Продолжение следует... Да, так правильнее. Я сразу скажу слушателям, что можно присылать ваши комментарии, вопросы, самое интересное, Станиславу Белковскому на плюс 7, 9, 8, 5, 970, 45, 45 и на аккаунт вызван в Твиттере. И сразу же хочу, Станислав Александрович, спросить, что с вашей ногой, почему вы сегодня здесь, фактически в обездвиженном состоянии? Ну, я не обездвижен, у меня работают руки и некоторые другие части тела, как мог даже слышать. Слушай, самое главное, работает мозг. Радиослушатели пока еще, хотя, может быть, это, очевидно, не для всех, в том числе и для меня. Нет, я в инвалидной коляске, знаете, я сломал ногу в Праге неделю назад, причем, как и положено уважающему себя... Поскользнулись? В России, да, поскользнулся, упалачнулся, гипс. Вот, да, помните, что в финале фильма «Бриллиантовая рука» есть еще такой маленький короткометражный фильмик «Крастиная нога». Да. Вот, я как раз подумал, что так бы могла называться моя аналитическая программа или небольшой даже кинопроект на канале «Дождь», например. Станислав Костяная нога Белковский, да? Нет, ну, зачем так уже? Так уже драматизировать. Надо сказать, что с того момента, как я сломал ногу, я чувствую резкое повышение своего социального статуса. Потому что даже когда меня везли на коляске в аэропорту Праги, один человек меня вез, и еще трое сопровождало, я почувствовал себя известным гангстером Мейером Ланским. Из финала фильма «Крестный отец 2», который ровно такой коляске со свитой везжает в аэропорт Нью-Йорка, после того, как ему не дали израильского гражданства и задержали в Прагуае, дает пресс-конференцию. На ходу, правда, в этот момент являются джентльмены от Витта Корлеона и расстреливают его. Я ожидал такой участие в Шереметьево, но, видимо, мои представления о росте моего социального статуса оказались несколько преувеличены. Я просто хотел таким переломом ноги привлечь все внимание, поскольку был дефицит новостей в начале января, но сейчас эстафетры перехватил Горей Кимович Каспаров, поэтому я уже жалею, что сломал ногу. Сразу мы скажем, что вся полемика вокруг ваших вот этих вот взаимоотношений, взаимных текстов, вот эти вот, которые вот эти вот ваши вот эти вот. Сегодня Станислав Александрович в программе «Клинч» еще поднимет Статьяна Фельгенгауэр. Вы еще у нас будете здесь. Просто Статьяна Фельгенгауэр с самим Андреем Андреевичем Пиантковским. Естественно, с самим Андреевичем Пиантковским. А вы у нас будете в студии, поэтому мы персонально вашей этой темы касаться не будем. Заодно напомнил Станиславу Белковскому в эфире, что он сегодня еще раз будет гостем. Так вот, чтобы вы далеко не уезжали от нас. Да, но, как говорится, почтальон Печкин всегда звонит дважды, знаете, есть такая культовая фраза. В общем, все вокруг этого, и даже замечание неуважаемого мною, но используемого мною как объект для исследования Игоря Яковенко, я думаю, что все это туда. Все это в следующее. Игорь Яковенко, вы знаете, я его называю представителем хатонических сил, то есть подземных, потому что он начинал свою карьеру в московском митрополитене. На этом дискуссии можно закончить. Станислав Александрович, это некрасиво. Это некрасиво. Митрополитен один из лучших в мире, потому что он набирает на все, кем кто был, чем занимался, у всех свои, как говорится, свои прошлые, свои приколы. Совершенно верно. В чем Станислав Белковский видит цель нашу, российскую, такую главную? Не абстрактную, а вот реальную. Ну, победа над раком и бюстомом тоже относится к одной из наших целей. Эта цель глобальная, в условиях перетока технологий. Между разными странами неизбежная Россия тоже впишется в этот процесс. Тем больше, на мой взгляд, рак это вещь о многом психосоматическая. Если вникнуть в природу этого заболевания, то можно достичь больших высот и глубин одновременно. А что касается цели, то, мне кажется, цель на ближайшие 8 лет пока. Мы знаем, что никогда еще русский народ не жил так плохо, как при бараке Обаме. Вот интересно, как он будет жить преследующим президентом США. Но цель, мне кажется, завершить ликвидацию империи и перейти к национальному государству европейского образца. Эта задача менее прагматична, чем победа над раком, но, к сожалению, в наших условиях необходима, поскольку всякий путь должен быть пройден до конца, в том числе и тот, которым наша страна пошла в конце 80-х годов минувшего столетия. Ну, а вы считаете, что вот это, то, что обозначил барак Обама, это что-то стратегически выполнимое, это что-то, к чему действительно следующая администрация придет, или это просто хорошее изменение? Я не медик и не биолог, хотя я отучился один год в медицинском институте в свое время, чем, вы знаете, история, как я спас тысячи жизней. Не требовался Нобелевскую премию мира на этой базе, нет? Это было в эфире «Эхо Москвы». Нет, не знаю. Ну, тогда выдвигали один благотворительный фонд на Нобелевскую премию мира, который спас сотни жизней. А я считаю, что я спас тысячи жизней, потому что я, поступив в медицинский институт, ушел оттуда и не сделал врачебную карьеру. Слушайте, сколько нас таких здесь, знаете? Да, хотя один год отучился, но, естественно, я не претендую на какие-то особые познания в этом деле, но я занимаюсь изучением этого вопроса на любительском уровне постоянно. Я считаю, да, победа над раком вполне реальна. Ну, а мы тогда вернемся теперь в Россию, где сегодня открылся Гайдаровский форум, один из ключевых экономических форумов в нашей стране. И в преддверии основного выступления премьера была секция, в которой министры экономического развития и финансово заседали. И министр экономического развития Алексей Улюкаев как раз-таки заявил о том, что существует определенная угроза в том, что население переходит к сберегательной манере поведения, а не предпочитает тратить. Вы как относитесь к такому позиционированию? Мы готовы, чтобы что-то сделать в этом? Ну, де-факто, так оно и есть. И это, конечно, для экономики очень опасно, потому что сама модель развития и экономики, и роста на протяжении последних безмалого 15 лет, то есть основного периода путинского прямого или косвенного правления, строилась именно на росте потребления, а не сбережениях. А это люди виноваты или власти нам такой модель навязали? Ну, и люди власти. Мы находимся в одном флаконе. Это закон сообщающих сосудов. Фактически главный козырь Путина состоял в том, что я вас немножечко подкормлю. И, собственно, то, что даже он отвечал на последней пресс-конференции на вопрос журналистки Екатерины Винокоровой, спрашивавшего его про Юрия Чайку, он, правда, ей ответил, что главное достижение его правления это не Юрий Чайка, а рост жизненного уровня населения. То есть впервые за всю историю России народ немножко подкормили, дали отъезд, да, и сегодня там, так сказать, в любом небольшом населенном пункте райцентре есть супермаркет большой, заваленный еще до недавнего времени, заваленный колбасами и сырами, чего никогда в российской истории не было. Или, во всяком случае, даже когда я уже и стал при Ельцине, то не было платежеспособного спроса на многие товары этого супермаркета. Поэтому баланс между наличием товаров и спросом на них, платежеспособным спросом на них был достигнут именно при Путине, это было главным достижением его правления, сейчас оно поставлено под вопрос. То есть поблагодарим Путина хотя бы за то, что подарил нам сытые нулевые. Ну, во всяком случае, он к этому стремился, он мог подарить гораздо более сытые нулевые и первую половину уже нынешнего десятилетия. Но то, что фунда, это одна из основ, основ основ его привлекательности его правления, и сейчас то, что она поставлена под сомнение, это, безусловно, большой психологический удар по российскому народу и его большинству. Но, кроме того, это удар по всей экономической цепочке, которая строилась на росте потребления. Да, это удар по торговым сетям, это удар по банковской системе, которая активно произрастала на росте потребительского кредитования и так далее, и так далее. Сейчас все это будет поджиматься. Да, все это будет резко сворачиваться, конечно. Ну, а как добиться того, чтобы люди по-прежнему шли в магазины и тратили деньги? Денег-то нет, поэтому тратить нечего. То есть можно их заваливать деньгами? Это можно делать только путем включения печатного станка, что приведет к катастрофической инфляции. То есть выхода нет? Если Сергей Глазев станет представителем ЦБ, может быть, так и будет. Выхода нет, нет. То есть философия Путина понятна. Он постоянно то явно, то не явно транслирует ее. Что, мол, отожрались, передохните, переведите дух. Пора затянуть по ту же пояса. В конце концерта вы никогда не жили так хорошо, как при мне. Ну, так потерпите, пожалуйста, ради моих амбиций и ради великой исторической судьбы нашей общей Родины. Но я не уверен, что народ к этому психологически готов. Он сильно развращен этой потребительской эпохой. Ну, то есть, вот я, чем я говорю, очень сложно отказаться от каких-то привычных уже вещей. От привычных продуктов, от привычных походов в магазин за вещами. Во-вторых, трудно отказаться от тех товаров, которые покупались в рамках системы потребительского кредитования. Типа холодильников и телевизоров, находящихся между собой в незримом бою. И, соответственно, сейчас начнутся, ну, они уже есть, но они приобретут еще более существенный характер, качественно более высокий. Невозвраты потребительских кредитов, соответственно, это нанесет удар по банковской системе, которая отрезана от западного финансирования сейчас из-за санкций. И, тем самым, ограничена в возможностях пополнять ликвидность так легко и быстро, как и хотелось бы. В общем, все это, как снежный ком, приведет к нарастанию проблем в российской экономике в целом. И, конечно, к психологических проблем в отношениях народ-власти. Потому что народ действительно до последнего времени не верил, что аннексия Крыма, санкции и все прочее, все действительно очень сильно ударит по их быту, по семейному бюджету. Вчера был опрос Интерфакса о настроениях граждан, которые считают, что в их частной жизни, например, дела лучше, чем в России в целом. Поэтому пока на своем теле, так скажем, не чувствуют влияния ни Крыма, ни вообще экономических проблем России. Пока не чувствуют, скоро почувствуют, тем более будут кризисы на рынке труда. По-моему, сегодня на Гайдаровском форуме, я не помню, из чьих уст это уже прозвучало, что пузырь на рынке труда, то есть подразумевающая огромную ложную занятость, должен лопнуть. То есть будут многомиллионные увольнения в 2016-2017 годах, они тоже не смогут не сказаться на системе отношений народ-власть, во что, конечно, Владимир Путин не верит, потому что он верит, что терпение русского народа безгранична, что показывает вся история нашей страны, по его мнению, и отчасти он в этом прав, пока не в историческом разрезе. А второе, что все-таки народ должен быть ему благодарен за сытые годы, и поэтому должен потерпеть голодные. Вот здесь он ошибается, потому что ресурс потерпения был безграничен тогда, когда народ не знал лучше жизни. А фарш невозможно повернуть назад, точно так же, как невозможно затолкать зубную пасту обратно в тюбик. Собственно, не надо было и кормить, чтобы потом отнимать, потому что когда уже условный рефлекс потребления у народа возник, слезть с этой иглы будет значительно сложнее, чем до того, как ты на нее залез. К чему это может привести? Ну, к большим социальным волнениям. Вы же говорите про миллионы людей, которые будут уволены. А чем они будут заниматься? Мелкой преступностью, мелкой преступностью. Во-первых, они будут заниматься, как это принято в России. А почему нет? Собственно, ну, ведь система злоумышленника, которая там отмечивает гайки, вот, железнодорожного полотна, она для России как была, так и осталась традиционно, достаточно и типично. Да, ведь в России грань между мелкой преступностью и обыденной жизнью очень тонка. И в этой связи, наверное, пункты приема вторсырья, они... Да, там сработают, все что угодно. Но, слушайте, у нас и полиция сейчас работает гораздо активнее, чем в былые времена, когда это было совершенно нормальным, и ракеты продавать, знаете, по винтикам. Сейчас, наверное, сложно будет это допустить? Ну, все равно на всех россиян полиции не напасешься. Кроме того, не надо думать, что полиция как-то уж совсем оторвана на низовом уровне от россиян как таковых. Полиция с народом? Полиция в этом смысле с народом. Можем ли мы вернуться к реалиям 90-м, когда вас за определенные деньги крышует либо полиция, либо ОПГ, в зависимости от того, кому вы больше платите? Ну, эта реальность никуда не исчезла и в наше время, просто она приняла более благоухающий характер. Я сейчас представил, как непосредственно с теми слова Белковского крышует полиция, не исключено возможным. Слушайте, а вот, кстати... Ну, ладно, что с меня возьмешь. Только что вот эти несколько кусок торта, которые меня любезно угостили в студиях у Москвы, я готов их немедленно перезвать в полицию. С заявлением на самого себя. Между прочим, вот мы с вами говорим в эфире Москвы, а Шувалов на Гайдаровском форуме тоже говорит, и вот, по его мнению, большую часть трудностей пережили уже в 2015 году и смотрит вперед с оптимизмом. Ну, видимо, он считает, что Владимир Владимирович Путину такая риторика нравится. А, то есть это для Путина специально, чтобы Путин потом принесли заявление, он прочитал и успокоился? Не просто успокоился, чтобы он увидел, что среди всех представителей его правительства адекватнее всех на вещи смотрит Игорь Иванович Шувалов. Чтобы выводы какие-то дела наметил, потом в случае чего? Ну, знаете, ведь у разных членов правительства разные функции, как говорил он недавно на встрече с главными редакторами телеканала Дмитрий Анатольевич Медведев. Одни злые, следует ли, другие добрые. Финансовый блок это злые, следует ли, которые кричат, денег нет, а будет еще меньше. А есть добрые следы, которые говорят, что все ничего и главные трудности позади. Социальный блок? Нет, ну, это, так сказать, не только социальный блок, а вот сейчас Игорь Иванович Шувалов и сам Дмитрий Анатольевич Медведев во многом. Хотя сегодня он и сказал, что тяжелые годы приходят, они будут так же трудны. Но зачастую он транслирует неизбыванный оптимизм. Но все-таки Дмитрий Анатольевич это официальный почти преемник Владимира Путина, его наследник, лекий князь, поэтому ему легче. Он может себе позволить говорить несколько больше, хотя все равно базовая парадигма прикидываться идиотом, пока не станешь президентом снова, должна для него сохраняться в полном объеме в силе. С одной стороны, о широким народным массам, с другой. Путину, чтобы усидеть в своих креслах широким народным массам, чтобы они не выходили из-под контроля или, по крайней мере, чтобы можно было доложить Владимиру Владимировичу. Все необходимое для невыхода широких народных масс из-под контроля сделано, остальное делал силовиков. Но, конечно, ни один компетентный экономист, а все-таки в правительстве они есть, независимо от оценки широты мышления и уровня талантов этих специалистов, понимает, что в экономике творится нечто не то и никаких оснований к улучшению нет, особенно на фоне устойчивого падения цен на нефть. Но если мы говорим в целом о представителях правительства, руки у них опустились, они уже ситуацию саму отпустили, понимают ли они, что ничего сделать нельзя? Ничего сделать нельзя, да. Они это понимают. Ничего сделать нельзя, потому что все зависит в основном от решений Владимира Путина в международной и военно-политической сферах, с одной стороны. С другой стороны, от весьма неблагоприятных для России конъюнктуры сыривых рынков. И что правительство может делать? Оно же не является самостоятельным каким-то политическим субъектом, оно предатор Путина. Если Медведев становится президентом, модель поведения радикально меняется? Если Медведев становится президентом, то... Без Владимира Путина. Да, без Владимира Путина, то вздох облегчения, который прозвучит на Западе, может снести повсюду национальную инфраструктуру Российской Федерации, докатившись до нас. Нет, Запад тут немедленно полностью растает, как снегурочка в лучшие времена. Вы думаете, но это же совершенно не значит, что Медведев будет отменять решение по Крыму, решение по присутствию на Украине в каком-нибудь... Нет, решение по Крыму он отменять точно не будет. С этим Запад уже внутренне смирился, хотя официально никакого смирения с этим не будет. По Украине, по Сирии, по всяким другим авантюрам и прочим, да, тут возможно смягчение позиции, но главное, что Запад захочет похлопать глазами и сделать вид, что в России что-то кардинально изменилось. И это желание будет гораздо сильнее, чем реальный масштаб и объем изменений. А вы уверены, что Дмитрий Медведев в своей реинкарнации в качестве президента будет тем же Дмитрием Медведевым, который выступал за свободу лучше, чем несвобода, и, в общем, мог договариваться со своими западными контрагентами? Медведев 2.0. Да, ему некуда деваться, понимаете? Даже если предположить, что в глубине души Дмитрия Анатольевича Медведева суровый и крутой ястреб, а голодом только прикидывается, политика пространства возможного. Не смягчив западные санкции, не открыв снова субъектам российской экономики и предприятиям и банкам доступ на рынки капитала. Вообще, не улучшив ситуацию в технологической сфере, то есть не сняв ограничения на импорт в Россию и технологии, а критически зависимо, спасти эту экономику и эту технологическую сферу от гибели невозможно. Поэтому, подобно тому, как Никита Сергеевич Хрущев и Лаврентий Павлович Берия немедленно после смерти Сталина приступили к либерализации в Советском Союзе, но вовсе не потому, что они были либералами, они были кровавыми сталинскими палачами, у которых крови на руках было чуть не меньше, чем у верховного вождя. Почему они так сделали? Потому что они поняли, что они не удержат контроль над страной и коммунистической партией, ее аппаратом без либерализации. То же самое будет вынужден понять и сделать Дмитрий Анатольевич Медведев, я думаю, он понимает это уже превентивно. А Запад устроит любая фигура, кроме Путина? Вот Медведев есть? По большому счету да, потому что кто бы ни пришел, он вынужден будет пойти на те шаги, о которых я говорю. Но Медведев, конечно, лучше всего, потому что западному избирателю уже объяснили, что есть такой Медведев. А если это будет не Медведев, надо снова долго объяснять, что человек даже с имиджем Ястреба, типа Сергей Иванов, это не совсем Ястреба, аж хороший Иванов. Кстати, к Иванову там у многих хорошие отношения очень, потому что я вот читал мемуары Роберта Гейтса, бывшего министра обороны, который очень хорошо отзывается о Сергея Иванова. Конечно, потому что в частных беседах Сергея Борисовича Иванова он выглядит и звучит совсем не так, как с высококремлевской трибуны, где он транслирует путинскую точку зрения. Он подмигивает, шевелит ушами, говорит, что на самом деле я вовсе не тот, за кого я себя выдаю. Открытый, либерального настроя. Хорошо говорит по-шведски, может посутить шутку. То есть он такой вот классический разведчик среднего звена. Им-то он может быть приятен. Нет, им будет приятен любой, потому что можно будет тогда избирать и сказать, что знаете, вот самое страшное зло ушло в лице Владимира Владимировича Путина. А кто бы ни пришел, он будет наполовину добром. И под этим флагом начать снова сотрудничество, частичное снятие санкций и так далее. А вы говорите, что, например, Шувалов и другие представители правительства, администрации, они делают специальные такие заявления на публике, чтобы успокоить в каком-то смысле Путина. А Путину вообще объясняют, что... Не только успокоить Путина, а показать Путину, насколько они верны линии партии и лояльны лично ему. А объясняют ли тогда те же самые люди Путину в каких-то личных беседах, что будущее России, не только экономики, зависит от поведения Путина на международной арене? Тоже о чем вы говорите? Ну, в очень мягких выражениях мне представляется, потому что оспаривать вождя в его принципиальных заблуждениях в этом аппарате не принято. Это ни к чему, кроме ритуального жертвоприношения, принести не может. Ну, просто мне, честно говоря, жалко Путина. Он же, получается, находится в каком-то неведении, не знает никакой правды. У нас есть такое блестящее определение правды. Знает ли Путин вообще российскую жизнь, российская действительность о том, что сейчас реально происходит? Ну, если бы здесь сейчас сидел не я со сломанной ногой, а абсолютно здоровый Владимир Владимирович Путин... Большая честь была бы для нас. Да, то он сказал бы, знаете, это вы меня, человек, в Охтинской, вы расшел в подворотне, спрашиваете, знаю ли я страну и жизнь в этой стране в мои 63 года. Это стандартное заблуждение, что если я много прожил и много прожил в трудных условиях, то я знаю жизнь. Потому что это представление, оно исключает элемент изменений в этой жизни, которые произошли, когда ты сидел уже в Кремле и реальной жизни никогда не видел последние 16 лет. А наблюдал за стороной из-за окна бронированного Мерседеса Пульман. Да и не за стороной, а за собственной охраной, количество которой таково, что за ней уже никакой страны не разглядишь. Даже самый большой. Нет, правда, согласно его психологическому определению, это устраивающая версия. У Путина есть набор устраивающих его версий, при этом он индуктивист, то есть он обращен в прошлое. Он считает бесконечно эффективными те неошибочные решения, которые он принимал в прошлом. Поскольку он, как правило, не признает собственных ошибок, то большинство своих решений он считает неошибочными. Он, как индуктивист, исходит из абсолютизации собственного опыта. Он считает, что если за 16 лет его правления со страной ничего не случилось, а когда он приходил к власти, было совершенно не очевидно, что он сможет ее удержать. Ибо он был неофитом властного Олимпа безо всякого политического опыта, по сути. Во всяком случае, без опыта публичной политики. То все будет хорошо и в дальнейшем. А почему будет хорошо? Потому что Путин родился под счастливой политической звездой, а терпение русского народа безграничено. Равно как и ресурсы этой, уверенно его, Путина по печению страны. И это представление, оно не разлагается на банальные экономические формулы, формулы, носителями которых могут быть финансисты системы Кудрин-Силуанов. Но, тем не менее, Кудрин-Силуанов, люди достаточно близкие и, наверное, понимающие Путину. А у него в голове это отложено, что вот именно эти люди, у меня есть там специальный, так сказать, участок в мозгу, на котором написано, Кудрин-Силуанов, будут говорить о том, что нет денег. Хорошо, пусть говорят. Пусть говорят. Знаете, что мне понравилось, вот это вот моделирование ситуации с Дмитрием Медведевым. А самому ему хочется, то есть сам он выступает за то, чтобы вернуться на позицию президента. Не просто так же он сидит на расстрельной должности. Я думаю, что этот вопрос хочется адресовать, конечно, ему, пока он ногу не сломал. Дома на кухне, может быть. Да, но у меня, судя по его поведению и в период его президентства, и в последующий период, я считаю, что да, конечно, он очень рвется вернуться. И он делает все возможное, чтобы ни в коем случае не сгласить. Вот его поведение на посту премьеры, это ни в коем случае не спугнуть птицу удачи. А кого нет, в смысле, птица удачи, она как-то в клетке у Путина находится? Конечно, конечно. Поэтому ни в коем случае нельзя перечить президента по принципиальным вопросам, ни в коем случае нельзя фронтировать, ни в коем случае нельзя предстать в роли человека, который может стать альтернативным центром консолидации элиты при живом Путине. Но Владимир Путин-то прекрасно понимает, что перед ним фронта, маскирующаяся. Понимаете, 24 сентября 2011 года, когда совершилась рокировка знаменитая, на съезде «Единая Россия» в гостином дворе, это же абсолютно библейский эпизод. Это моление о чаше. Дмитрий Анатольевич Медведев хотел остаться президентом России на второй срок, и долгое время получал сигнал, что так и будет. Но в решающий момент он фактически, подобно Христу в Гевсиманском саду, сказал, что пусть исполнится не моя воля, но воля отца. То есть Владимира Путина, его политического отца. Слушайте, но это было совершенно объяснимо. Он просто примерил свои возможности. Он на конфронтацию с Путиным не мог тогда идти. Нет, конфронтации никакой не было. Важно, что безо всякой конфронтации, без единого выстрела Владимир Путин вернулся в президентское кресло. И вовсе не факт, что если бы третьим президентом Российской Федерации был бы не Медведев, эта рокировка прошла бы так безболезненно. Поэтому все равно никому более Медведева Путин доверять в этой системе не может. Ибо только вот этот сакральный акт. Этот сакральный акт случился только с Медведевым, ни с кем другим. Таким образом и Владимир... Ну, что преданно заглядывать в глаза может любой. А вот поступиться президентским постом ради политического отца, это смог сделать. Это может делать не каждый. Именно поэтому Владимир Путин в случае выбора своего нового преемника сделает выбор прежде всего в пользу Дмитрия Медведева. Я считаю, что если не случится каких-то форс-мажорных ситуаций, а мы живем в очень сложной обстановке, где, в принципе, развитие страны будут определять крупные случайные события. Так называемые черные лебеди. Которые мы сейчас не можем ни предвидеть, ни предсказать никаким разумным путем. Ну, то есть падение кирпича на голову к какому-то очень важному лицу. Техногенная катастрофа. Вторжение марсиан и так далее, и так далее. Вторжение марсиан. Поэтому может случиться все, что угодно. Но если ситуация будет развиваться хоть в какой-то степени инерционно, я думаю, что пока великим князем и официальным наследником престола остается Дмитрий Анатольевич Медведев. Полминуты у нас до новостей. Если Медведев все-таки вернется в Кремль, будет ли он мстить каким-то образом всем тем людям, которые его мочили в протяжении вот этого срока? — Пребывание Медведева на посту президента показало, что он человек довольно мстительный. Собственно, убирание многих чиновников, включая Юрия Михайловича Лужкова, было зачастую обусловлено незначительными по государственным меркам обидами первого лица. Поэтому да, он будет мстить, на мой взгляд. Будет. — А кто первый кандидат такой на вылет? — Ну, вы знаете, мы уже переходим в такую сферу запрещенных рассуждений. Давайте потом с человеком что-нибудь случиться, и я буду виновен. — Мы сейчас прервемся. — Гарри Кимович Каспаров, он сказал, что я озвучил на него в эфире «Эхо Москвы» публичный донос. — Да, сейчас новости в эфире «Эхо Москвы». — После доносов. — Мы продолжаем программу, Алексей... А, неправильно, сбились. Станислав Белковский у нас в эфире. — Да, со мной в студии Алексей Нарышкин, Алексей Соломин. — Спасибо большое, да, все верно. — Плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот семьдесят, сорок пять, сорок пять. Через пару десятков выпусков. — У меня только три слова, а не четыре, уже легче. — Вызван в Твиттере. Ну, вот я говорю, через пару десятков выпусков, может быть, и номера телефонные тоже запомните, сможете, мы сможем разбивать. — Ну, а через пару сотен выпусков я буду один в трех лицах, двух, двое летучих, и я. — Да, да, то есть Станислав Белковский наконец-то нас подсидит на радость слушателям. — Да, мы продолжаем разговор. И, вы знаете, на самом деле, к теме нашего разговора, в общем-то, законченного, казалось бы, уже в прошлой части. Сегодня бывший президент РЖД Владимир Якунин в интервью агентству Bloomberg предсказал, что в ближнем круге президента России Владимира Путина продолжится ротация. В интервью он также отметил, что Путин пока не сформировал стабильный правящий класс, вроде того, который был в России при царизме. Вы познакомились уже, успели ознакомиться с этим интервью? — Да, я успел познакомиться с интервью Владимира Ивановича. Ну, что ротация продолжится этой серией «Не мы первые, не мы последние». Ясно, что Владимир Иванович Якунин несколько обижен на то, что он выбыл из этого. — То есть это эмоции? — Ну, это очень понятное для человека, который считает, что он несправедливо удален от тела вождя, представление о том, что сейчас посыплются головы всех остальных. — Но уж дети еще. — Действие стабилизации собственной судьбы на судьбы чужие. При этом он привел довольно странные примеры в подтверждении своей версии Владимира Гусинского, который никогда не был близок к Владимиру Путину и, напротив, был противником Путина, преемника в 1699 году, на чем он погорел с точки зрения этой системы, и Бориса Березовского, который хоть и был близок к Путину, но удален был из системы много лет назад. В общем-то, никаких более свежих примеров Владимир Иванович нам не смог привести. Его заявление о том, что всякое владение в России является условным, с одной стороны, чистая правда, поскольку с помощью административного аппарата как гражданского, так и силового в любую собственность можно отобрать, и поэтому собственность в современной Российской Федерации, это скорее форма контроля над активами, чем, так сказать, действительно владение на праве собственности в евроатлантическом понимании этого термина. Но, с другой стороны, заявление, что в любой момент, когда Путин потребует, все-все отдадут, ну, это, так сказать, несколько, некая бравада. Опять же, связанность, ну, не бравада даже, это некая искаберация сознания, искажение реальности, связанность с тем, что Владимир Якунин-то отдал РЖД, поскольку оно было государственное, и никуда не делся. Это тоже экстраполяция своих собственных фрустраций на путинскую элиту в целом. Они выглядят как... Это голос обиженного человека, как мы говорим. Они выглядят это как сигнал элите, мол, вы ничего не сделали, когда пришли за мной, когда за вами придут, уже заступиться некому-то будет. Это и сигнал в том числе такого типа может быть, но все равно это голос обиженного. Не более того, потому что Владимир Иванович Якунин не является для нынешней элиты источником сигналов, заслуживающих особого доверия и внимания. А подобные выступления раздражают тех людей, которые считаются элитой Медведева? Нет, мне кажется, нисколько, поскольку, еще раз говорю, что Владимир Иванович Якунин уже превратился после отставки фотографического персонажа. Он экспонат музея Владимира Путина, скорее, нежели действующий политико-экономический игрок. Такой же, как и Чаплин, но вот РПЦ? Да. Абсолютно одинаковый. Кстати, знаете, что недавно он пожаловался, что СМИ к нему не обращались? Цензура, цензура. Цензура говорит. Нет, осталось три острова свободы слова. Это Ахо Москвы, Дождь и СНОП. Да. А кто-то... Самые страшные антицерковные СМИ, которые всегда подвергались его же критике за необъективную позицию по отношению к патриархии, сегодня приезжали Чаплина к любящей Руди. Ну, кстати говоря, многие потом в этом и убеждаются, что те СМИ, которые с их точки зрения были антигосударственными и там не признающими свободу слова, в итоге им потом... Да, поэтому я выступаю в роли Владимира Ивановича Якунина-Лайт. Хочу сейчас в пользу случаем всем сказать, вот, все, кто наезжает на Эхо Москвы, Дождь и СНОП, да играетесь. Когда вас уволят, некуда будет вам пойти. Да, еще... Да. Рамзан Кадыров. Мы в Чечню переместимся. Рамзан Кадыров сделал несколько таких интересных заявлений в последние дни. Вот, например, вы перечислили вот эти издания, наши, наши всем знакомые. Их часто называют либеральными, в том числе Эхо Москвы. И Кадыров, вот, в частности, призвал, по-моему, вчера, призвал чеченских журналистов дать достойный отпор врагам из либеральных СМИ. Но есть еще более интересное заявление... Про внесистемную оппозицию. Да, которое он называет врагами народа, предателями, потому что представители этой так называемой внесистемной оппозиции пытаются нажиться на сложной экономической ситуации. Я считаю, что этих людей надо судить по всей строгости за их подрывную деятельность. Вы знаете, вот, я лично подумал о том, что, наверное, хорошо, что Рамзан Кадыров не говорит это в конце февраля, когда будет годовщина убийства Бориса Немцова. Вот это вот заявление про врагов народа, про предателей, можно как-то интерпретировать как какой-то призыв каким-то, не знаю, жителям Чеченской Республики как-то действовать самим? Это указание или, может быть, у меня слишком много конспирологических теорий? Нет, пока это не указание, это просто некое эмоциональное излияние с целью подготовить фонд для возможных эксцессов, подобных Немцовскому. Но ясно, что жители Чеченской Республики, как и в случае с Борисом Немцовым, так и, не дай бог, во всех возможных аналогичных ситуациях, будут действовать не по зову сердца и не по призыву, а по приказу в вышестоящих военной иерархии лиц. Будут угадывать просто. Так а зачем вообще вспоминать про несистемную оппозицию? Она себя ведет... Тише воды ниже травы. Ну, Рамдан Ахматович не первый раз обращается к этой теме. Потому что всегда нужен образ врага. А кто же у нас враг? Ну, США. Соединенные Штаты это большой враг, Турция средний враг. Должен быть какой-то и маленький враг прямо на площадке, на игровой. Вот таким маленьким врагом является несистемная оппозиция, поскольку системная оппозиция полностью под контролем Кремля и ничего не предъявишь. К тому же несистемная оппозиция в его глазах, по-моему, нисколько не... В смысле, абсолютно связана с большим врагом. Всегда. Ну, тут вопрос не в этом, потому что для Рамдана Ахматовича не важно, связана она или не связана на самом деле. Важна пропагандистская оболочка всей этой истории. А ему советует кто-то? Вот он сам принимает решение, что сказать, что сделать? Ну, на техническом уровне, может быть, кто-то и советует, но на политическом уровне, конечно, сам. То есть не то, что кто-то из Кремля ему звонит и говорит, Рамдан Ахматович скажет то или с... А ведь можно было бы использовать человека как для выражения на более радикальной позиции. Ну, неужели вы думаете, что Рамдан Ахматовича Кадырова можно использовать? Типа он вам на язык. Ни в коем случае не произнесу никогда этого... Это важнейший политический субъект нашей эпохи. Тем не менее. Смотрите, еще хотелось вас попросить, сегодня стало известно, о кончине Владимира Прибыловского, создателя исследовательского центра «Панорама» и издания «Антикомпромат». Вот несколько слов о нем, может быть. Я не знал близкого, к сожалению, Владимира Прибыловского, был с ним знаком поверхностно, но, конечно, это человек, который проделал огромную работу и продолжал ее до последнего времени по сбору информации о современной российской политической и экономической элите. И эта работа была очень полезна, потому что благодаря Прибыловскому становились понятны и известны из открытых абсолютно источников многие вещи, которые недавно казались таинственными, закрытыми и загадочными. И это было просто результатом кропотливой многолетней работы одного-единственного аналитика. А это возможно сделать? Да, даже по собственному опыту, у меня нет такого опыта, как у господина Прибыловского, к сожалению. Но я сам знаю, что если я начинаю копать по открытым источникам какую-то проблему, или изучать какого-то человека, то я очень узнаю многое, что многим, что, так сказать, окружающим кажется удивительным. То есть все на поверхности нужно только искать? Да, да, но все на поверхности или, по крайней мере, в неглубоких пластах залегания. Надо просто тщательно подходить к делу и ковырять, ковырять и ковырять. Совершенно необязательно обладать какими-нибудь секретными компроматами, лежащими ныне в сейфах спецслужб, чтобы составить себе достаточно достоверную картину реальности, как минимум в отдельных сегментах. Здесь Прибыловский был незаменим, потому что и Центр Панорамы, и Антикомпромат были очень качественными, в этом смысле продуктами, и я выражаю соболезнованиям всем родным и близким покойным. Вас на СМС спрашивали, смотрели ли вы фильм «Ху из мистер Путин». Я его существовало не узнал в воскресенье, когда сидел в эфире с Михаилом Виллером. Виллеру не понравилось. Сам не смотрел еще фильм? Я фильм не смотрел еще, но не потому что не хотел смотреть, просто еще руки не дошли и ноги. Но, насколько я понял из аннотации, ну это история бандитского Петербурга, да, это то, о чем, собственно, я говорю много лет, поэтому мне не кажется, что концепция этого фильма как-то противоречит моей концепции. Становление Владимира Путина в качестве политической личности и административного субъекта. Лично вы ничего нового не подчеркиваете? Нет, я его не смотрел, может быть, я посмотрю и узнаю. Но по аннотациям я, в общем, не вижу, что это нечто качественное новое в путинологии. Мне вчера понравилась статья была в РБК. Смысл ее в следующем. «Единая Россия» отказалась от обещаний в предвыбранной программе. Партия ничего не может предложить россиянам конкретных перспектив. Потому что, в общем, такая непонятная ситуация. С чем вообще, по-вашему, партии могут пойти на выборы в сентябре? Ну, какие программы? Что будет предлагать «Единая Россия» все-таки? Несмотря на то, что сейчас абсолютно нет никаких планов. По-моему, в той же публикации говорилось, что они только летом определятся с какими-то основными параметрами. «Единая Россия», как и другие партии, будет предлагать спасение страны. От кого? Как неминуемое уничтожение со стороны трехглавого дракона США, Турция, внесистемная оппозиция. Как наставил нас Рамзан Ахматыш Кадыров. Ну, ясно, что турецкие войска войдут в Краснодарский край, а американские авианосцы нанесут удары по резиденции Нового Агарева, как только «Единая Россия» уйдет от власти. Это очевидно. Поэтому здесь уже социально-экономическая проблематика, они уйдут на второй и третий планы. То есть, чего говорить там о колбасе и сыре, если страна в опасности? Это «Единая Россия». Ну, и вот это вот будет мобилизовывать. КПРФ будет подвывать на социальные темы, поскольку она не может перехватить в «Единой России» главную тему государственного спасения. «Медведево в отставку» — это популярно. Да, да, конечно, «Медведево в отставку», левоцентрическое правительство. Печатать деньги, завалить всех продукции печатного станка и так далее. ЛДПР будет традиционно эксплуатировать ксенофобские настроения, которые, естественно, будут расти по мере приближения выборов и ухудшения социально-экономической ситуации. Ну, а справедливая Россия, которая, между прочим, на выборах 2011 года проползла в Государственную Думу, или не проползла, а получила достаточно достойный результат на выбор в Государственную Думу, именно за счет внезапной изрядной порядочности рукопожатности. Потому что сначала уволили с поста спикера Совета Федерации Сергея Миронова, что было воспринято значительной частью электората чуть ли не как гонение на этого достойнейшего человека. А потом в списке партии оказались многие оппозиционеры, балансирующие на грани системности и внесистемности, типа Илья Пономарев, Геннадий Дмитрий Гудков, Валерий Зубов, Сергей Петров и так далее. И вот именно сочетание этих факторов и способствовало весьма благоприятному результату справедливой России на тех выборах. Сейчас этого ничего не будет, поскольку справедливая Россия превратилась в абсолютный предаток власти. И вот у этой партии-то большие проблемы с формулированием программных положений. Я правильно понимаю, что парламент по составу будет таким же, как сейчас, в принципе? Вы назвали четыре партии. Приблизительно. Или, может быть, еще будет партия Родина. Если ее реанимируют во главе с Сергеем Глазиевым и Дмитрием Рогозиным, это какая будет партия галтелого крымнашизма и колонизации Луны. Здесь, как раз, идеологическая ниша абсолютно ясна. Рогозин возглавит список? Ну, вот как и в 2003 году может возглавить список Глазиев, а Рогозин пойти вторым номером, например. Почему наши... Ну, вот, прости, а Рогозин сам вряд ли в Думу пойдет, ему же хорошо в правительстве. Ну, и Глазиев неплохо на посту советника президента, но это типичные паровозы, о чем мы удивляемся. Почему руководители администрации президента и Сергей Иванов, сегодня Дмитрий Медведев призывают обойтись без популизма? Это кому сигнал? Этот сигнал посылается перед каждыми выборами, после чего на избирателе вываливается 100 тонн популизма. Давайте будем относиться к разраду ритуалов, не имеющих предметного значения. Понятно. Почему вы Яблоко не упоминаете в контексте обсуждения призвыборных программ партии? Я с уважением отношусь к партии Яблоко, я думаю, что многие достойные одномандатники. Я не знаком с новым председателем, но будем считать, что он лучше прежнего, она лучше прежнего. Многие, я думаю, достойные одномандатники пойдут под знаменами партии Яблоко, будут ею выдвинуты. Но пока, как говорил в известном советском фильме, не веришь, что эта сковорода заговорила. Пока я не вижу реальных шансов этой партии пройти 5-процентный барьер, хотя одномандатники под знаменами Яблоко могут пройти в некотором количестве и сформировать некую небольшую, но бойкую группу человек в 10 в парламенте следующего созыва. Владимир Рыжков был, по-моему, еще в прошлом году в конце у меня в эфире и выразил уверенность, что ему удастся прихватить и пройти в Государственную Думу чуть ли не с несколькими десятками своих сторонников, в том числе с Геннадием и Дмитрием Гудковым, которые балансируют, как вы сказали, на экране. Бывшие справоросы, которые обеспечили рукопожатный имидж «Справедливая Россия» на выборы 2011 года, плюс Рыжков, плюс еще несколько фигур такого порядка, да, все это может быть актив Яблоко. Шансы их? Ну, я считаю, что в пределах 10 человек, я думаю, может пройти. Ну, Рыжков, вот смотрите, 450 же у нас человек в Государственной Думе. Присутствие Рыжкова и Гудкова в Новой Думе, это какой-то хороший знак? По большому счету, вот они будут бороться против вот этого массы. Это не столько хороший знак, сколько хорошенький значок. Это явление не очень большого порядка. Да, это, конечно, хорошо, что они будут в Государственной Думе, но не надо полагать, что от этого принципа функционирования Нижней Палаты Российского Парламента существенно изменится. Еще одну тему, если позволите поднять, она касается Украины, урегулирования кризиса. Вот сегодня на Гайдаровском форуме вице-президент Еврокомиссии Кристалина Георгиева заявила о прогрессе по Минским соглашениям. А вчера, позавчера точнее, мы видели, что Бориса Грызлова приняли аж в Киеве. Бориса Грызлова, нашего нового спецпредставителя по этой контактной группе. И даже запустили самолет правительственный, смотря на закрытие воздушного пространства Украины для российских авиасудов. Речь идет о признаках урегулирования все-таки. Ну, это затяжной процесс, такая тяжелая болезнь, в которой прогресс в состоянии больного может сменяться ухудшениями в любой момент. Пока совершенно очевидно, что нет ответа на главный вопрос, что было раньше курица или яйцо. Сначала Россия должна передать Украине контроль над границей в Донецком и Луганском регионах. В тех частях, которые де-факто заняты самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Или Киев провести конституционную реформу, дающую этим территориям особый статус. Или наоборот. Владимир Путин утверждает, что в первую очередь конституционная реформа, а потом передача границ. И это я сейчас открою прям Минские соглашения и скажу. Кстати, 11-е, как учат нас великие вождь и учители Владимир Путин. Минские соглашения. Но дело в том, что украинские власти никак не могут пойти на существенные уступки так называемым ДНР и ЛНР в форме статуса в составе Украины. Потому что это очень непопулярные меры с точки зрения самой Украины. А когда мы говорим пойти навстречу ДНР и ЛНР, мы же имеем в виду Кремль? Кремль, да. Но формально эти территории остаются в составе Украины. Де-факто они полностью самоуправляемые. Я к тому, что ДНР и ЛНР нет такой политической статуса. Нет, никакой самостоятельной субъектности нет. Но тем не менее, формальная субъектность есть. И сами Минские соглашения предполагают наличие этой формальной субъектности. А появление Грызлова как переговорщика о чем нам говорит? Зачем? Неужели лучше кандидатуры не было? Или это может быть человек, который специально будет затягивать? Владимир Путин же не ошибается в кадровых решениях. Значит, не было. Нет, просто до этого переговорщиком был Владислав Сурков по такого типа деликатным вопросам. Но Сурков не наделен формальным статусом, потому что он помощник по Абхазии и Южной Осетии. И он путешествовал в Киеве, встречался и с президентом Украины, и с другими чиновниками. Исключительно неформально. Наконец понадобился человек, который может обогнать формальным статусом, достаточным для того, чтобы проводить такого типа встречи, и более высоким, чем посол в Киеве Зурабов. Но плюс Порошенко не может встречаться с Сурковым, потому что чуть ли не он сам обвинил его в организации в свое время расстрелов. Нет, обвинил в этом не он, а бывший глава Службы безопасности Украины Валентина Ливанченко, который, кстати, вскоре после этого был уволен по инициативе Петра Порошенко. Но дело не в этом. В том, что просто у Суркова не было формального статуса. То есть никто в Киеве не мог дать ответ на вопрос, почему вы встречаетесь с этим человеком. А у Грызлова есть формальный статус? Нашел ответ на этот вопрос. На вопрос о Минских соглашениях девятый пункт. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта. Дальше пропускаю, пропускаю. К концу 2015 года при условии выполнения пункта 11. 11. 11 пункт. Проведение конституционной реформы на Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей качество ключевого элемента децентрализацию. То есть, в принципе, тут мне речь не идет о курице-яйце. Владимир Путин прав, когда говорит об условленности. Да, ну, я вам объясню, что, да, пусть в этом смысле скорее прав, чем не прав, хотя при условии это, так сказать, тоже очень гибко трактуется в смысле временных параметров процесса. Но для Украины это очень непопулярные шаги, на которые киевская власть, которая сейчас шатает и мотает из одного угла в другой тяжелый ветер украинской истории, не может так быстро пойти, потому что, если все это будет буквально исполнено, если действительно эти районы, ныне составляющие так называемый ДНР, ЛНР, обретут некий фактический и формальный особый статус, ну, не сдоброваться тогда украинскому парламенту и президенту по линии их избирателей. У нас меньше минуты до конца эфира. Когда Донбасс и ДНР, ЛНР вернутся в Украину? До 2018 или после? Формально я допускаю, что они вернутся до 2018 года, но не скоро. Фактически, я думаю, не вернутся в ближайшие десятилетия, потому что вся кровь, все 8 тысяч трупов, которые лежат между Украиной и этими районами, это уже, так сказать, не смыть ни водкой, ни мылом, как поется в известной песне. В смысле, сами жители не захотят? Ну, конечно. И, собственно, Украина сегодня де-факто и не стремится вернуть контроль де-факто над этими регионами. Здесь есть задача выйти из этой истории с охранив лицо и, возможно, отгородившись некой стеной, бетонной или, по крайней мере, ментальной бетонной стеной от этих районов. Спасибо большое. Программа персональная ваша, Станислав Белковский. Спасибо вам. И со мной, кстати, были Алексей Соломин и Алексей Нарышкин. Счастливо. Отлично. Ну, слушайте, мы заработали, извините, как-то. Постоянные передачи делаются. Спасибо вам большое. Так, сейчас... Эвакуация ваша. План эвакуации. А вы потом с первого этажа как выбираете? По такой же схеме. Там же есть на... Это как? Служебный... Мы на цокольный этаж начальную... Нет, мы едем на вип-лифте вот на этом. Сидит девушка с телефоном. Да, верно. Так, Лёша, давай мы вот здесь эти ручки возьмём, чтобы... Давай, сейчас. Подожди, я выберу всё. Давайте ваши ручки. Вот, 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 песни. Где же ваши ручки? Да, будем танцевать. Где же ваши ручки?